Приветствую вас, друзья! Слышали ли вы что-нибудь о свободе? В идеале свобода подразумевает право человека делать свой выбор. И вот что удивительно, Бог, имея все основания диктовать человеку, предоставляет человеку возможность выбирать. И сегодня мы поговорим о том, как, будучи свободным, не оказаться рабом. Приветствую вас, друзья! Последние несколько дней, как-то так, читая Священное Писание и размышляя, поймал себя на мысли, что думаю о свободе. Думаю о том, что значит быть свободным человеком, свободным христианином, свободным верующим. Что значит быть вообще свободным в Боге? Собственно, об этом я сегодня и буду частично говорить. Но была, как всегда, проблема, наверное, известная всем проповедникам. С чего начать проповедь? И вот сегодня перед тем, как попасть в молитвенный дом, мне нужно было зайти на территорию одного государственного учреждения. И я столкнулся с такой картиной. На входе, прямо над входом, здоровенная труба, огромная, которая, ну, явно старая система отопления. И на верхотуре сидят рабочие и газовым резаком обрезают эти трубы. Внизу стоят люди, и я уже, когда приблизился, предупреждают меня, не идите, обойдите стороной, потому что сейчас труба может упасть. Я, посмотрев на рабочих, на трубу, оценив, сколько нужно обходить, принял решение и проскочил под трубой. Поймав на своей спине не очень довольные взгляды тех, кто осуществлял эти работы, я продолжил свой путь и подумал, а ведь действительно вот в этом и наша самая свобода проявляется, выражается и осуществляется. Свобода в том, что ты проинформирован, а сам решаешь, как поступить с этой информацией. Что делать с тем, что тебе сказано? Давайте обратим внимание на некоторые тексты из Священного Писания. Я хочу предложить нашему вниманию сегодня послание к Галатам. Послание к Галатам я буду читать с 22 стиха и по 1 стих 5 главы, но буду читать выборочно. Поэтому, если есть с собой Священное Писание, давайте откроем, будем наблюдать. Послание к Галатам, начнем с 4 главы, с 22 стиха. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, «Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он – Матерь всем нам. 28 стих. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Нам очень хорошо известна история жизни Авраама, не так ли? Наверное, потому что много, в процентном соотношении много очень времени посвящено в Священном Писании описанию его жизни. До нас дошли очень много подробностей его жизни. Нам даже переданы диалоги, разговор между Авраамом и Богом. И вот что интересно, мы видим, что инициатором построения взаимоотношений между Авраамом и Богом выступал кто? Сам Бог. Сам Бог проговорил первой к Аврааму. Сам Бог предложил Аврааму послушаться его. Авраам был свободным человеком. Человеком, который мог решать, быть ему послушным или нет. Он принимает решение и идет по пути, который предлагает ему Бог. В этом пути, на этом пути, Бог дает некоторые обещания, обетования, удивительные обетования Аврааму. И одно из таких обетований гласило о том, что у Авраама будет наследство столько, сколько звезд на небе, если ты сочтешь, даже еще больше. То есть вот такой вот богатый на детей, на наследников будет этот муж. И вот под впечатлением всех этих, под переживанием всех этих обетований, Авраам начинает свой путь. И он идет. Но что интересно, если посмотреть на жизнь этого человека, мы видим из того, что нам представлено в Священном Писании, Бог не обновлял свои взаимоотношения с ним каждый день. Не каждый день он повторял ему свои обетования. Даже не каждую неделю. И я думаю, что не каждый месяц он напоминал Аврааму, что он ему обещал. Были какие-то вехи, моменты, когда Бог вот как-то ярким образом проявлял себя в жизни Авраама, напоминал ему о главном. А дальше Авраам должен был сам строить свою жизнь и принимать решения. И он принимал решения. Он принимал решения, как ему поступить, когда его жизни угрожала опасность, обмануть, не обмануть. Он принимал решения, куда ему идти налево или направо, когда решал с Лотом разделиться с племянником своим. Он принимал решения. Принимал сам. И вот жизнь Авраама идет своим чередом. И вот в какой-то момент, не без помощи своей жены, не без помощи своей супруги Сары, Авраам решается что-то в этой рутине, которая сложилась так. Он человек посвященный, послушный Богу. Но вот он решается что-то в этой рутине изменить. Мы знаем, что его очень огорчало, очень смущало то, что нет у него наследника. Он богатый человек, он состоятельный человек, он многое себе может позволить. Его уважают окружающих, а наследника у него нет. Более того, если почитать в Священном Писании, мы видим в книге Бытие эту историю, когда он вернулся после победы, когда он отдал десятину Мелхиседеку. И Бог опять выступает инициатором, поддержать хочет Авраама, и обращается к нему, говорит, «Я Бог, не бойся, не устрашайся, награда твоя велика!» И Авраам решается задать Богу очень интересный вопрос. Он говорит, «Господи, владыка, а что ты мне дашь?» В принципе, это вопрос человека, у которого все есть. Вот подумайте. Вот все есть на то время, что он мог себе представить. У него было все необходимое. И он задает Богу интересный вопрос. Он говорит, «Боже, владыка!» Он признает его власть. Говорит, «Что ты можешь мне дать? Что ты мне дашь?» И говорит переживание своего сердца. Говорит, что в доме моем нет наследника. И вот наследником моим станет мой домочадец Елеазар, вот этот управитель моего дома. Его это очень переживало, заставляло переживать. И Бог предлагает вот тогда именно выйти Аврааму на улицу, посмотреть на небо, попробовать сосчитать звезды. Он говорит, «Не будет Елеазар, этот домочадец твой, не будет он наследником у тебя. Из твоих чресл произойдет тебе наследник». И проходят годы. И вот однажды Сара предлагает Аврааму задуматься над следующим. Предлагает Аврааму серьезно оценить, что делает Бог в их жизни. Представляете? То есть вот обычно мы видим, что Авраам как-то самостоятельно строит взаимоотношения с Богом. Но были вот такие моменты, когда вот ему помогала в этом супруга. Это одна из таких ситуаций. Сара обращается к Аврааму и говорит правильные слова. Слова, заставляющие человека задуматься. Она говорит, «Бог заключил мне чрево». Правильно она сказала или нет? Правильно. Она верно сказала. Она правильно оценила, что Бог не допускает им иметь до какого-то момента детей. И дальше она предлагает Аврааму подумать, что с этим делать. Она говорит, «Давай сделаем что-то по-своему. Вот есть служанка. Давай ты войдешь к ней. От нее родится нам сын, и мы примем его в наследники». Сегодня это не вызвало бы во многих странах проблемы. Это называется сегодня суррогатное материнство. Когда человек, который может выносить ребенка, вынашивает ребенка для семьи, которая не в состоянии это сделать самостоятельно. С точки зрения морали, этики, мы сейчас это не обсуждаем. Но в нашем обществе это сегодня есть. Это было в обществе и Авраама. И вот смотрите, что должен думать человек, который знает перед собой обетование Бога, который помнит его, который хочет быть уверенным, ну, хочет быть верным Богу. Сара говорит правильно. Бог заключил чрево. Бог пообещал, что из моих чресл произойдет наследник. В случае с Агарию Бог не говорил, кто будет матерью ребенка. И Авраам принимает решение. Принимает решение послушать свою жену. И у него рождается сын. Сын, которого он называет Измаилом. Но что интересно, Бог, когда все это происходит, находится где-то в стороне. Он за всем этим наблюдает. Он не вмешивается. Он не разверзает небеса. Он не обращается к Аврааму и говорит, стой, подумай, остановись, куда ты. Он допускает Аврааму делать то, что он делает. Он не наказывает цару, не обличает ее. Ничего этого не происходит. Но наступает время, определенное Богом, когда Бог исполняет свое слово. И в жизни Авраама второй раз наступает радость. В жизни Авраама исполняется обетование Бога. У него рождается сын по обетованию. И вот после этого мы видим, как меняется в своем поведении Сара. Очень интересно она поменялась. Вот тут уже у Сары взыграла ревность. И она стала думать, а кто же будет теперь наследником? Вот смотрите, все вокруг наследства строится. Кто же будет теперь наследником? По логике вещей первенец кто? Измаил. Но он сын рабы. Она уже сама мать. Ей не хочется, чтобы вот эта несправедливость была. И она предлагает Аврааму изгнать Агарь из дома. Знаете, когда читаешь книгу Бытие, то понимаешь, что, ну, складывается такое впечатление, что вот все происходит по воле человеческой, по произволу человеческому происходит. Вот сама решила себе Сара, вот как-то так вот устроила все в жизни. Кстати, вот читаешь, когда дальше историю, очень часто видно, что именно женщины вот как-то так вот проявляли себя. Вот Ревека тоже потом решала, кто должен быть наследником из ее сыновей. Помните, да? То есть, а Бог разрешает, чтобы это происходило. И в этом как-то усматривает свой промысел. И вот уже только апостол Павел в книге «Послание к Галатам» предлагает подумать о происходившем тогда в жизни Авраама как об особом промысле Божьем, как о некотором иносказании, как о некотором образе, который сегодня применим ко всем нам. И вот что же это за образ? Получается, что все мы по-своему, друзья, сегодня на пути к поставленной Богом цели. Каждый из нас, мы идем к цели, которую определил для нас Бог. Если говорить в каком-то масштабном таком формате, то, конечно, мы видим пред собой обетованную новую небо и новую землю. Мы видим царство, приготовленное Богом. Мы о нем периодически размышляем, думаем и молимся. Не так ли, друзья? Мы знаем, что там, утешаем себя мыслью, что там будет лучше по сравнению с тем, когда нам тяжело здесь. Иногда я себя, если быть честным, ловлю на мысли, что когда мне здесь хорошо, я себя ловлю на мысли, неужели там будет лучше? То есть по-человечески вот так рассуждая, мы сравниваем, мы ищем, как бы вот, чтобы было нам уютней. И вот мы все на пути, вот это на пути к исполнению обетования Божьего. И в этом есть иносказание, вот подобно, как было у Авраама. Авраам был на пути к исполнению обетования Божьего. Бог сказал, что его ждет Авраама. Но вот сам процесс, сам путь, вот тут Бог не вмешивался каждый день. Не каждый день корректировал его, а позволял Аврааму делать выбор, а потом жить с последствиями этого выбора. Вот в этом заключалась свобода Авраама. В этом заключается сегодня наша свобода. Вот что интересно, Бог, который имеет право диктовать, разрешает человеку избирать. И Он информирует человека. Он говорит, что если ты сделаешь то или другое, тебя может ожидать проблема. Если выберешь правильное, тебя ожидает благословение. И в этом наша свобода заключается, что Бог нас информировал обо всех последствиях нашего выбора. А выбор за нами. И вот на этом пути мы, подобно Аврааму, тоже обрастаем чем-то. Вот я для себя такой образ нарисовал. Обрастаем, как путник, обрастает каким-то багажом, каким-то вот, какой-то кладью, с которой мы идем по этому пути к обетованию. Это для нас все важное и ценное. Неважное и неценное у нас лежит в сарае. А ценное и важное мы несем с собой. Оно нам очень нужно. Нам его жалко потерять. Что это? Каждый пусть себе сам решит. Что для меня сегодня в рамках моей земной жизни важно и ценно. Что интересно, Бог не против того, чтобы мы вот обрастали всем этим. Не против того, чтобы с чем-то мы связывались, к чему-то привязывались. В принципе, Он не останавливает нас на этом пути до определенного времени. Вот как это было время в жизни Авраама. Когда однажды Бог может предложить сделать выбор и сказать, а вот сейчас подумай, что для тебя важней. Вот сейчас прими решение. Сейчас настало то время, когда ты нужен мне. Ты нужна мне. Я хочу, чтобы в твоей жизни проявилась моя слава. Но для этого нужно от чего-то отказаться, что-то оставить, что-то важное выпустить из своих рук. И вот тут возникает сразу вопрос. Мы тут начинаем думать о своей свободе несколько в ином ракурсе. О свободе не соглашаться с волей Бога. Знаете, мне очень интересен пример из Нового Завета, из Евангелия, который случился в жизни Иисуса Христа, когда к нему подошел очень благополучный молодой человек. Настолько благополучный, что, наверное, он был очень сам счастлив от своей благополучности. Молодой человек, который, как оказалось, от юности своей, сохранил заповеди, соблюл себя непорочным по закону. И он пришел ко Христу с вопросом, что ему еще не достает, что ему еще сделать, чтобы вот обрести жизнь вечную, чтобы войти в Царство. Это вот что еще не достает? Ну, благополучный человек. Ну, вы знаете, многие, вот если бы по человеческим меркам сказали, да тебе все нормально, вот так и сиди, вот больше ничего не нужно. Главное, не испорти ничего. А Христос, посмотрев в его сердце, говорит, чуть-чуть не достает, самую малость. Все, что есть, продай, раздай нищим, приходи за мной и будешь совершенным. И юношу это огорчает. Естественно, меня бы это тоже сильно огорчило, друзья. Как так, Господи? Но этот молодой человек сам захотел услышать такой ответ. Он считал себя совершенным. А Христос ему говорит, раздай, продай, а потом будешь совершенным. Это вопрос его оценки самого себя. Что интересно, когда Бог предлагает человеку принять решение важное, когда Бог указывает на что-то очень серьезное в жизни человека, что может затруднять человека на пути к обетованию, Бог немногословен. Бог немногословен. Вот мы считаем в случае с Агарио, что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. Вот очень просто, изгони. Когда мы читаем о юноше этом богатом, Христос говорит ему, продай и раздай, и все. То есть очень, очень немногословно. Нам бы очень хотелось, чтобы Бог как-то вник в нашу ситуацию, как-то вот какие-то условия, какие-то вот баблажки, какое-то снисхождение, какое-то проявил, ну, проникновение к нам, что ли. А Он просто указывает на то, что, по Его мнению, сегодня мне мешает приблизиться к цели, которую Он для меня определил. Он говорит, вот это оставь. А дальше будем продолжать разговор. И вот, знаете, я себя поймал на мысли, что очень часто вот именно в этой ситуации я спотыкаюсь. Очень часто вот в этой ситуации вот так же однозначно принять Божье повеление сложно. Очень сложно бывает, потому что прикипает сердце наше к тому, что для нас сегодня дорого. Прикипает. Вот такие мы привязчивые, привязчивые к земному. И Бог знает, Бог знает наше сердце, знает наш состав, знает, что мы персть. И вот, как велика Его милость, как велико Его снисхождение в том, что Он это все покрывает своей любовью. Но рано или поздно Он говорит о том, что нам все равно придется со всего этого совлечься. И вот Павел об этом рассуждал в своем послании и говорит очень хорошо. Он говорит, я желаю совлечься, я хочу оставить. Это, знаете, уровень размышления для меня сегодня недостижимый. Как можно желать оставить все то, что для тебя ценно? А Павел желал. И я думаю, что если мы будем сегодня откровенны перед самими собой, мы поймем, что на самом деле нам тоже сложно думать так, как думал Павел. В теории, да, как в какой-то идее, вот когда вот приблизится конец света, все вокруг будет рушиться, все будет гореть, и ни другого выбора не будет, и все равно ничего не сохранишь. Вот он, луч надежды от Бога, вот нужно за него цепляться. В таком вот формате все согласны оставить это все, что уже и так пропадает, и взяться за предлагаемое Богом. А Бог предлагает нам сделать выбор тогда, когда мы еще свободны выбирать, когда мы просто проинформированы, когда у нас есть альтернатива, когда нам предлагается что-то, что сегодня в рамках этой жизни нас может быть больше порадует. Я не знаю. Вспомните, как был искушаем Иисус Христос в пустыне, когда приступил к Нему искуситель и предлагал вещи, очень нужные Иисусу Христу. Ну, очень нужные в тот момент. Одно слово, поклонение, одно решение, и получишь это. Христос продемонстрировал очень серьезную стойкость. Он воспользовался своей свободой выбирать. Вот этот пример свободы, он остается сегодня и для нас. Мы, оказывается, свободны во Христе. Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть делайте, принимайте решение, выбирайте остаться свободными или, называясь свободными, оказаться рабами. Конечно, это все, о чем мы сейчас говорим, оно может быть актуальным для нас, если мы действительно строим взаимоотношения с Богом. И это динамичные отношения. Это отношения, которые подразумевают наш живой интерес к Нему самому, к Его воле, к Его участию в нашей жизни. Наше трепещущее, живое такое желание понимать Его, воспринимать Его, ощущать Бога в своей жизни. И самое главное, вот на что обращает внимание здесь апостол Павел, он обращает внимание на наше положение, на наш статус. Он говорит, что оказывается, мы не дети рабы, мы дети свободны, мы свободны во Христе. И поэтому он говорит, дорожите этой свободой. Дорожите. Что значит быть свободным во Христе? Это значит быть, вот если продолжить образ, которого я начинал, это значит быть полностью проинформированным. Знать все, что предопределил Бог, все, от чего Он нас спас, знать все, от чего Он нас отдаляет и к чему приближает, и самим делать выбор. Каждый день, каждый час, не знаю, постоянно. Именно о нашей свободе во Христе Бог будет нам периодически напоминать, предлагая нам поступить в своей жизни как люди свободные, как дети Иисуса Христа. И да прославится наш Господь в нашем с вами выборе, в нашем с вами решении. Это наше взаимоотношение с Ним. Это мое частное, личное, глубокое предстояние перед Богом. Но это то, что определяет меня как верующего человека, как человека, посвященного Богу. Да прославится Он и в этом. Аминь. Давайте помолимся. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Богослужение. Продолжение следует...